Всем привет! Это Huawei Mate X3. Ребятушки, ну это реально будущее, потому что я просто в шоке. Насколько теперь просто минимальные рамки дисплея, дисплей OLED-овский, LTPO, офигенное разрешение, работает просто шикардочно, ну вот реально для просмотра контента, для потребления контента, это просто сказка. Я вам скажу, это два в одном все-таки. Это уже полноценный телефон и планшет. Это кайф. Посмотрите, во-первых, на внешний экран, насколько он большой, насколько здесь минимальные рамки. Это круто. Вот скажу так, что у Samsung, хоть они там первыми выпустили такой, знаешь, коммерческий вариант того, что, пожалуйста, там Fold, но там экран был маленький и неудобный. Вот здесь вот, по ощущению в руке, ну я правша, но сейчас держу в левой руке, скажу вам так, что это полноценный смартфон, потому что толщина вот складного телефона составляет ровно столько же, как и обычный телефон. И у тебя спереди классный дисплей, он стильный, бывает в разных цветах, пожалуйста, здесь эко-кожа, выглядит и ощущается это просто офигенно. Классная камера, защита от воды, то есть его, в принципе, можно спокойно взять и окунуть в воду. А пока мы идем к воде, я вам расскажу, что здесь у него защита IPX8, то есть от пыли он не особо защищает, ну потому что все-таки шарнир, складной механизм. Ну вот, обычный Mate 50 Pro, посмотрите, то есть, ну по ощущениям, ребятушки, это прям одинаково. И когда ты владеешь телефоном, который просто у тебя, ну как классический, да, дисплей, у тебя сзади крышечка, это круто. Но когда ты владеешь телефоном, на котором есть, смотрите, какая красота, спереди большой, ну то есть полноценный дисплей, но который умеет еще, ну одной рукой, конечно, так сложно его разложить, он умеет делать вот так вот, и у тебя здоровенный дисплей еще, с хорошими камерами, с, ну просто, влагозащитой, то есть он может находиться до 30 минут на, знаешь, на расстоянии полтора метра, типа под водой, но чтобы там разница температуры была небольшая, ну то есть от всяких попаданий в воды, знаешь, чтобы его, так, дождик, что-то еще, вот так он тебя, знаешь, окунулся, с ним ничего не будет. Вот, смотрите, как красиво это выглядит, вот, ох, как мне нравится, вот, продолжаем пользоваться телефоном, да, вот, как бы все, он работает, заходим обратно. Ну это, я вам скажу, реально будущее, потому что, опять же, вот, знаешь, толщина самого телефона, вот, в разложенном виде, это прям то, что нужно, это реально то, что уже прям кайф, вот. Заряжается также быстрой зарядкой, 66 ватт, пожалуйста, быстро заряжается, но, кстати, при этом, когда вы будете заряжать, вот, например, в таком формате, он вам напишет, что для, ну, конечно, рекомендация, когда вы заряжаете быстрой зарядкой, то лучше его разложить, ну, видимо, так вентиляция у него лучше будет, потому что я так понимаю, я, конечно, разбирать его не буду, но внутри, как бы, наверное, находятся два аккумулятора, здесь и здесь, но общей емкостью 4800 мАч, вот, и быстрой зарядкой 66 ватт. Ребят, по стоимости, это около 150 тысяч рублей, ну, да, конечно, ценник прям офигеть, но ты получаешь, бро, телефон модный, реально тоненький, и это уже, ну, прям реально можно использовать. Это кайф. Конечно, здесь нету Google сервисов, как изначально, то есть, Play Market здесь не установлен, сейчас, простите, у меня просто он мокренький, но в AppGallery, в принципе, у тебя все гугловские проложения, пожалуйста, есть, ну, даже как здесь написано, смотрите, заходишь и сбиваешь YouTube, хотя он у меня уже установлен, просто, да и что такое же, я же нажал, вот, нажимаешь, переходишь и просто отсюда устанавливаешь. То же самое касается и всех, в принципе, как WhatsApp и так далее, заходишь, устанавливаешь, ну, вот, единственный минус, что WhatsApp нельзя будет использовать веб-версию, чтобы авторизоваться вот через вот это вот WhatsApp-приложение. Ну, короче, 150 тысяч рублей, конечно же, Huawei, как всегда, предлагает всевозможные подарки при покупке. Давайте посмотрим на упаковку, она большая, потому что он поставляется здесь в таком, в разложенном виде, ты его получаешь, вот, как бы, раскрытым. Сейчас у меня просто камера включена, вот, вот, я вот так, что-то открыл, сама включилась. Давайте посмотрим, что идет в комплекте. Быстрая зарядка. Здесь вот, как бы, пленочка на дисплее будет такая транспортировочная. Все красиво написано. Пожалуйста, здесь и обращение по поводу этого раскрываемого продукта. Здесь у нас скрепочка, потому что есть, конечно, слот обычный для сим-карты. И вот такие вот, здесь, смотрите, две коробки. Ничего себе. В них находится, вот здесь такое ощущение, что вообще прям ничего не находится. Чехол. Задняя крышечка для того, чтобы вот эту вот заднюю часть с кожей защитить. Есть много версий. Есть версия со стеклом сзади, а есть версия с кожей. Вот здесь, кстати, у нас будет, давайте так закроем, Кун Лун стекло, то есть, которому, в принципе, ничего не страшно. Ну, я сейчас, конечно, на пол его. Ну, давайте, а что? А что бы и нет? Вот так берешь, ему, типа, ничего не будет. Потому что это Кун Лун стекло, и можно хоть орехи колоть. Но я его, извините, конечно, убивать не буду, телефон. Но здесь стекло прям кайфовое. У меня на телефоне, на моем, такое же. Но оно выдерживает все, что нужно. Вот. Здесь получается такая вот крышка сзади. Хоп. Но она, мне кажется, чего? От потертости будет прям помогать. А так, конечно же, без нее выглядит намного лучше. Зарядочка. Ой, все выпадает. Зарядка на 66 Вт. В комплекте, пожалуйста, Type-A, Type-C. По камерам. Значит, основные камеры здесь, смотрите, у нас целая россыпь, конечно же, будет со вспышкой. Все есть. Вот все, что относится к использованию нормального телефона, здесь все есть. И в том числе этот телефон как бы раскладной и как бы полупланшет. Ну, это кайф, я вам скажу. Я прям им проникся. Значит, 50 мегапикселей основная камера. Ну, соответственно, мы режим Hi-Res включаем отдельно. 13-мегапиксельная у нас широкоуголка. И 12-мегапиксельный перископ. Умеет снимать в 4К 30 кадров в секунду и здесь, и здесь, и умеет снимать еще и здесь. То есть, короче, у нас камер-то много, получается. Смотрите, камера вот здесь, где открывается. Значит, камера вот здесь вот. И здесь еще куча камер. Того получается практически 6. Круто. Фронтальная на 8 мегапикселей. Плюс еще такая же 8-мегапиксельная вот здесь вот внутри. Тоже 4К 30 кадров в секунду умеет снимать. а это пример видео на made x3 ну давайте вот так вот шире сделаем разумируемся с эти довольно плавный зум максимально 15 увеличения уменьшаем по крайней мере я на вот телефоне когда снимаю не особо вижу дергания кстати вот так мне понравилось как он знаешь довольно таки плавненько но здесь вот происходит переключение ведь вот увеличение это вот одна камера сначала ведь плохое качество а потом сейчас оба и все и поехали дальше вот сейчас в 4k снимает с вами так пройдемся широкий угол и вот так вот будет выглядеть если мы будем с вами вообще записывать какие-то влоги блоги и так далее какие-то видосики вот мне кажется довольно таки прям выглядит офигенно вот сейчас фронталку проверим фронтальная камера тоже 4k качество сейчас на солнечная погода здесь у нас бассейнчик уже собран купались вот так вот фронтальная камера при этом переключаться между основной и фронтальной камерой нельзя только через по ну точнее не через полу через а сейчас у нас ребят full hd со стабилизацией изображения я сейчас попробую пробежаться такая стабилизация я прям бегу я прям бегу а ну-ка в обратную сторону тоже пробежимся выглядит вообще неплохо вот в таком формате все это выглядит настолько футуристично то есть я конечно такими же значит телефонами пользовался но когда это вот так вот перелистывается прям вообще какая-то магия ничего себе конечно если присматриваться то у нас видно соединение дисплея но она знаете совершенно нормально потому что когда ты пользуешься таким телефоном так обоим но ведь не замечаешь в любом случае тоже смотришь фильмы читаешь книжки это все круто ну и как видите у нас все это происходит вот таким образом что как бы два отдельных дисплея но это как бы внутри системы до плюс мы можем конечно запускать около трех-четырех приложений одновременно сворачивать их в окна это все не возбраняется welcome е м ю а и 13.1 здесь у нас 12 гигабайт оперативной памяти плюс 512 встроена будет плюс еще можем надо мэмори вставить везде лоток для сим-карт находится то есть своя карта памяти продается отдельно если вам нужно из минусов значит здесь у нас не поддерживается 5g здесь только 4g welcome bluetooth 5.2 да и в принципе из минусов наверное это и все ну цена наверное ладно но цена обуславливается она тем что это реально ребята это это тоненькая ну как видите это работает у тебя большой дисплей ну тут как бы вопрос к цене это наверное уже не особо стоит это же тебе не как apple этот гарнитуры за там 300 500 тысяч рублей пожалуйста 150 тысяч рублей зашел магазин купил и ты пользуешься уже как бы будущем которая нормально работает и это можно сказать телефоны раскладные не первая версия это самое крутое и что выглядит это нормально значит короче давайте по плюсам опять же а лет экран а лет экран лтпо здесь у нас умеет работать от 1 до 120 герц вот именно на внутреннем внешне все на 120 работает и классно что есть минимально рамок очень громкий здесь два динамика конечно не хватает того чтобы было 4 потому что когда мы переворачиваем дать вот так на полный экран откроем у нас получается динамики как бы вы здесь находится а хотелось бы чтобы они находились не только вот здесь вот а еще и вот в этих частях чтобы тебя прям пол полный кайфбол но поверьте это очень громко камеры классные процессор snap 8 плюс gen 1 вопросов нету поиграть в любой игрушки очень производительный кайфец но вот сами может написать в чем здесь минус пишите в комментариях из плюсов могу еще отметить что здесь есть беспроводная зарядка которая именно huawei вскай 50 ватт но типа вау даже в айфонах такого нету то есть положил и 50 ватт у тебя будет быстро зарядка но это реально быстро обычно зарядка 66 ватт но там за один час у тебя даже меньше чем час у тебя полная зарядка будет вес 240 грамм он довольно-таки легкий ну вот как уже говорил телефон прям кайфец ребят прям полностью советую вот если вы хотите испытать что-то знаешь такое инновации какие-то и покайфовать в большом экране игрушки сериалы фильмы вот браузинг то серфинг интернета браузинг это кайф вот так что советую я таким телефоном пользовался но вот есть несколько моментов из того что нету там google сервиса здесь конечно же есть такая тема что вот примеру ватсап веб к сожалению не зарядите примеру какую-то авторизацию в google сервисов каких-то приложениях если вам нужно push уведомления отправить на ваш смартфон вы не сделаете вот по номеру телефона можно но некоторые приложения такого не умеют конечно в апгалере дофига просто около миллиона приложений но в большинстве случаев конечно же есть какие-то специфические выбираешь их здесь не будет но они тоже все ставятся то есть их можно поставить ну и ну какие-то нюансы существуют но в большинстве своем пресса пользоваться можно обычному пользователю welcome так что кайфец ну реально кайфец прям я в восторге все вот такой может быть короткий а может быть долгий получился обзор спасибо что посмотрели с вами был илья до новых встреч пока ребят